Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Посмотрим, что добавили в этом обновлении, поговорим о том, что будет у нас на следующей неделе, потому что я не могу, меня зашкаливает эмоции, переполняет от новостей, что будет на следующей неделе, так что поустраивайтесь поудобнее, берите что-нибудь вкусненького, заварите себе чаёчек, кофеёчек или какаву, или седлайте своих коней и поехали! В общем, я не могу больше ждать, ибо я хочу кричать об этом во всеуслышание. Сегодня у нас обновление, где добавили нам какого-то чемпиона Марка, и он нам добавил гонку Snakebite в конюшне Юрвика. Но это не самое важное, самое важное то, что нас ждёт на следующей неделе, а ждёт нас на следующей неделе обновление, в котором обновят уже, уже ребята обновят Аполлузу! Боже ж ты мой, я не могу! Какое счастье! Я не думала, что я буду так радоваться, что зима закончилась, потому что пришло обновление Аполлуз, но держись, мой аккаунт, девочки-индейцы, твои искореско сократятся точно. И да, сегодня я буду снимать обновление на этом коне, только, наверное, надо бы немножечко приодеться. В общем, немножко подумав, я решила, что надо давать шанс иногда лошадкам первых и вторых поколений, поэтому, да, вроде бы третьего поколения, но уже не такой новый. Сегодня я буду снимать на своём любимом тракене Гранд Раннеры, да, и сегодня он, кстати, очень красив, прям красавчик с иголочки. Ну, поехали смотреть обновление. В общем, мы приехали, и что нужно знать об этой гонке? Здесь появилась новая гонка, она здесь останется навсегда, так что не беспокойтесь, вам просто даёт ещё одну гонку возможность для прокачки, для ещё ли, точнее, более быстрой прокачки ваших лошадок. Ну, данную гонку мы находим на арене конюшни Юрвика, я так понимаю, это где-то здесь, и мне такое чувство, что обновили много чего, или мне кажется? Ну, мне кажется, забор обновили. Хотя я тут так редко бываю, что, возможно, я уже не заметила. Так, или не тут. Что-то как-то тут слишком тихо для наличия новых заданий. Так, в общем, как начать? Отправляйся сюда, на арену конюшни Юрвика, и начни задание. Всё правильно, я туда приехала. Почему у меня тут ничего нету? Мне это не нравится. На арене конюшни Юрвика. У меня глюк, или лак, я не знаю почему, но у меня тут совершенно идеальная чистота, и нету ничего. Вот вообще ничего. Может быть, я чего-то не понимаю? В общем, гонка здесь навсегда. Она даёт 150 очков лошади. Это стандартный такой бонус для прокачки коня. И сначала нужно завершить гонку конюшни Юрвика. Какие требования для участия? Хм. Что? Нужно завершить гонку конюшни Юрвика? И появится NPC, что ли? Гонка конюшни Юрвика. А ну-ка. Так. Тем временем мы подъезжаем к концу. Мы заканчиваем гонку. Мы её завершаем. Что-то должно было произойти. Я не понимаю. Доступные. Марк, арена, конюшни Юрвика. Это глюк какой-то. Я не понимаю. После долгих пробежек, оказывается, каким-то образом у почти многих игроков карта залагала. 3D-модельки залагали. И поэтому сейчас тут девочки бегают и ищут этого парня, Марка. А я посмотрела американское видео и нашла, что он должен стоять здесь. Но его здесь нет. Даже задание на карте у меня желто не отображается. Но, оказывается, он здесь. Просто он прозрачный. Вы просто должны навести мышку, увидеть значок задания и нажать. И здесь стоит Марк. Так что давайте, пожалуй, всё-таки пройдём все эти задания. Он здесь. Так что если у вас проблемы невидимки, то просто прожамкайте его он тут. Итак. Привет. Так это ты, Дарья. Добро пожаловать на арену конюшни Юрвика. Встретимся с Марком и Арчибальдом. Рейнольдсом. Боже мой, какие страшные цифры. Ну давайте. Так, я Марк. Сам я приехал с другого острова, из Великобритании. Моя страсть в Троеборье. Я представляю Юрвик на соревнованиях по всему миру. На этом милом островке я живу уже целую вечность. Так что он мне стал новым домом. Кстати, Баронесса когда-то хотела посвятить меня в рыцарь за вклад в развитие спорта и всё такое. Но в итоге дело не выгорело. Какой-то там был скандал с девушкой, запертой в башню. Это Линда. Я уже не выступаю, но мой старый соратник тут со мной. Познакомься. Арчибальдом Рейнольдсом. Ух ё. 443-м потомком выдающегося рода тракенинских лошадей. Я зову его Арчи. Для краткости. Что, тебя что-то смущает? Когда Ева предложила великолепную идею соединить конкур и гонки по пересеченной местности в конюшне золотого листа, я и сам захотела устроить что-то подобное. Не хочешь попробовать? Очень жалко, что его не видно, потому что моделька у него классная. И конь у него... А, конь у него, по-моему, такой же, как у меня. О, так как раз кстати. Ведь в конюшне Юрвика появилась новая гонка. Хм, минутку, проведу себя в порядок. Вспомню речь. Речь? Привет-привет, дар вам разжаловать на гонку Снэйкбайт конюшни Юрвика. Наверное, тебе интересно, откуда у него такое название. Когда я только приехал на Юрвик еще мальчишкой, то на лето поселился на севере в коттедже Снэйкбайт. Много лет спустя Уэйтены любезно познакомили меня с их братом Германом, и я смогла организовать собственную гонку. Не где-то там, а в самой старой, знаменитой конюшне Юрвика, прямо здесь. Но я не забываю о том, с чего начинала, и название гонки напоминает о том самом коттедже, где зародилась моя любовь к троеборью. Ой, ладно, наверное, я тебя уже утомил разговорами. Снэкбайт в конюшне Юрвика ждет тебя. Да, добавил там пару слов. Итак, давайте же попробуем. Ай, надо было коня покормить, правда. Ну, давайте. Ага. А можно просто оставить конкур в этом загоне без всяких выездов вне этого загона? Мне очень нравится расположение препятствий. А если бы их можно было бы на постоянку, тут еще так ставить. Сделайте доску. Сделайте мне, пожалуйста, доску. Сделайте всем доску в этом загоне. Вот именно эту конкурную схему. Можно было бы бегать и наслаждаться этой схемой, и прям ощущая себя Хорсленд. Потому что я помню, у них что-то похожее было на соревнованиях. Ой. Нас, в общем, ведут за пределы этого плаца. Мы должны бегать по а-ля пересеченной местности, перетрыгивать всякие препятствия. Ой. Пытаться не врезать куда не надо. К примеру, в столб, в стену. И, таким образом, мы выезжаем даже за пределы, в принципе, этой низины с плацем. Ай. И мы, по-моему, по-моему, мы просто должны будем сделать круг вокруг конюшни Юрико. И все. И вернуться опять на плац. Только я не знаю, есть там дальше конкур... Ай, да что ж такое? Я же слишком рано прыгаю. Разучилось прыгать, кошмар. Хотя, вроде бы, на прошлой неделе я занималась конкуром в манеже, и все было нормально. Видимо, сегодня мой дракен Грандраннер не хочет заниматься конкуром. Что печальненько. Сейчас бы мне это очень сильно помешало... Не помешало бы. Так, мы уже заканчиваем тем временем трассу. Она достаточно коротенькая, меньше двух минут. Я думаю, чуть больше минуты, если у вас прокачанный и кормленный конь. А, так это еще не все. И... Ну ладно, давайте немножечко сократим, собьем балочки. Не страшно. Нам главное сейчас просто завершить эту гонку до конца. Ух. Все, конец. Конец. Да, гонку я прошла за 2 минуты 8 секунд 76 миллисекунд. Но, по факту, она наверняка будет длиться где-то полтора секунды. Может быть, даже чуть меньше. Если у вас полный комплект скаковой амуниции. И идеально начищенный и кормленный конь. Так. Ну, вообще странно. Да, вот вы видите, у меня вообще ничего не отмечается. Ну, в смысле, вот даже я сделаю вот тут вот. У меня не показывается, что тут здесь есть задание и что его можно сдать. Класс, мне понравилось. Как ты справилась с каждым препятствием этого маршрута. Если хочешь попробовать еще раз, приходи в любое время. Ну, пока. В общем, тут стоит Марк. И он позволяет с ним еще раз поговорить. Кстати, вот еще награда 20 шиллингов. И 70 опыта в конюшне Юрвика. Да. Так что теперь гоночку можно пройти здесь. Очень жалко, что модельки нет. Я надеялась посмотреть на этого мужчину Марка. Но, видимо, не в этот раз. Видимо, не дано. Думаю, завтра у меня все починится. И можно будет наблюдать за красавчиком Марка. Так что... Так что на этом, пожалуй, видео подойдет к концу. Потому что больше ничего нет. И так оно затянулось аж на 10 минут. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я очень рада, что вам нравятся мои видосики. Что вы их смотрите, что вы их комментируете. Это меня очень мотивирует их снимать. Также с вами общаться в комментариях. И, кстати, да, когда я вчера выпустила видео о покупке магических арабов, я потом зашла на свой канал и увидела. Ребята, я в шоке. Мои подписчики наконец-то переплюнули 550. И, мало того, я зашла, когда на канал вас было 555. Это так просто. Это так много. Еще 500... Еще... Нет. Еще 450... 445, ладно, на тот момент было. Вот. И будет 1000 подписчиков. Если у меня будет определенное количество просмотров по минутам, то это значит монетизация. Когда-нибудь я до нее дорасту. Но я думаю, до 1000 подписчиков мне далеко. Хотя за эти несколько лет действительно было очень много комментариев, что контент у меня хороший, что я развиваюсь. И что почему так мало подписчиков. Я не знаю, если честно. Если вам нравится мой контент, делитесь им со своими друзьями, со клубовцами, просто с ребятами, которые любят смотреть видео про лошадок. Ну, про ССО в том числе. Да. Так что спасибо также, что вы подписаны на меня, что вы поддерживаете мой канал. И что только благодаря вам контент развивается. Я не останавливаюсь. И канал все еще живет. И потихонечку так цветет и процветает. Так что да. На этом буду заканчивать. Ой. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. Ой, о таких классных эмоциях аж текст свой забыла. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!